Гинзу GT1030 Аппарат на Intel Сейчас покажу, как сделать просто до заводских настроек Hard Reset так называемый Сейчас удалим наклеечку Значит, чтобы попасть в рекаве, есть несколько путей Это плюсы питания, минусы питания, иногда плюс-минусы питания Значит, попробуем по порядку Самое часто используемое у них на Intel Это минус и питание Зажимаем минус и питание Две клавиши держим, пока не загорится экран Экран загорится, питание отпустить, а минус продолжить держать Держим минус долго Да, включился рекавери Если бы минус не подошел, то пробуйте плюс и питание Если плюс не сработает, то плюс-минус и питание Так, сейчас вот немножко плохо будет, видимо, видно Но я постараюсь вам показать Стараюсь вам показать Значит, есть вот такое меню Перемещаться по нему кнопками громкости вниз, а выбирать кнопка и питание Опускаетесь вниз до строчки Вайп дата, фактор, резет И нажимаете плюс Кстати, про вот это вот меню Оно может сюда вас не пустить Может загореться зеленый робот с восклицательным знаком Это как бы своеобразная защита от случайного попадания в рекавери Чтобы попасть дальше, нужно использовать кнопку громкости вверх Иногда кнопку питания Иногда питание зажать коротко, нажать вверх Иногда, если есть сенсорные клавиши, используются сенсорные клавиши В зависимости от конкретной модели Вот, но у нас включилось оно само На всякий случай, знайте об этом Так что инструкция может быть универсальная ко многим аппаратам на интеле Вот, продолжим, значит Выбираем строчку вайп дата, фактор и резет Снопкой питания Он перекинет вас в следующий пункт Здесь есть две строчки Yes и No Я выберу No Потому что нет необходимости его сбрасывать А вам выберите строчку Yes Он сделает сброс Внизу нужно дождаться строчки Data Vibe Complete То есть их будет несколько Последний будет Data Vibe Complete Он доделал, значит, нужные операции И перекинет вас в предыдущее меню А здесь нужно выбрать либо первую, либо последнюю строчку Два момента, о которых стоит оговориться сразу до того, как делать Перед любыми сбросами и прошивками нужно выйти из учетной записи Google Такой громкий телефон Меню настройки аккаунта В правом верхнем углу кнопка с тремя точками удалить аккаунт Если этого не сделать, после следующего сброса, после прошивки Он начнет просить старую учетную записи к Google И пароли от нее Если вы их не знаете, у вас работает ФРП-блокировка Google Не знаете, то снять его крайне тяжело У меня есть на канале плейлист ФРП к Google Там есть два десятка способов Может быть, какой-то вам подойдет Вот, и мы продолжим Значит, первый ребут SystemNow Это перезагрузка, а последний Поверов Я выберу Поверов, но все равно, как бы я его не сбрасывал А вам выбрать строчку ребут SystemNow Он перезагрузится, а после еще включения, либо перезагрузки Он доделает нужную операцию И включится чистый, как с витрины Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok